Добрый день, дорогие друзья! Сегодня расскажу еще об одной удивительной истории. 14 мая, сегодня 20 мая, да? 14 мая мы проводили консультацию. К нам обратилась мама Татьяна. Ее сыну Егору ставят аутизм. Как развивался первый год, не помню. Сама была в ауте. Сын старший медленно умирал. Сейчас есть речь, но максимум из двух слов предложений. На сверстников не реагирует. Есть стим закрывания дверей. Навыки самообслуживания есть, но велосипед не может освоить отставание. От сверстников видны. Знает, что он Егор. Говорит мама и папа. Вот это то, с чем обратилась к нам мама. 14 числа мы провели консультацию. И начались изменения. Дело в том, что мы-то работаем с кармой. Буквально сразу у папы после первых проговоров ушла тяжесть в области сердца. И он первый раз спал. Ночью не просыпался от нехватки воздуха. Это папа, да? А раньше такое было и днем. У Егора появляются новые словосочетания. Типа ночь на дворе. Показал на небо солнце. 17 мая была уже реакция. У Егора стерся главный стим закрывания дверей. Дальше он уже взял под контроль беготню. Так далее, так далее, так далее. У него пошли изменения. И вот вчера, вчера просто меня переполнили эмоции. Я хочу ими поделиться с вами. Меня переполняют эмоции тех перемен, что происходят у Егора. Он как будто вникает в смысл слов и сопоставляет их с тем, что видит. Осознал, что такое день, ночь, луна, солнце, завтра. Едем вечером. Он показывает за окно. Говорит. Темнеет. Рассыпал попкорн. Рванул собирать его. Я сказала, нельзя. Остановился. Раньше была бы истерика. И все равно собирал бы. А так классно, когда ребенок понимает речь и осознает. Преодолел страх и брезгливость чужих туалетов. Сказала, хочешь попкорн, пошли мыть руки. Суревом, но пошел. Сел на поезд, который панически боялся. По привычке закрыл уши руками, но в глазах радость. Истерики практически прошли. Я стоявлю перед выбором. Или-или. И он понимает. Делает выбор. Стимы почти сгладились. Егор начинает стимить раз-два. И как будто забывает и переключается на другое. Наталья, как я вам благодарна за все, что вы делаете для нас, мамочек. Я начинаю жить. Впервые за 6 лет я получаю удовольствие от прогулок с сыном. Я наконец-то начинаю с ним общаться. Татьяна. Смотрите, неделя, и ребенок начал включаться. Да, аутизм не лечится за неделю. И те, кто надеется, что мы по волшебной палочке просто берем. Берем и выключим. Наверное, когда-нибудь мы научимся и такое делать. Но пока мы можем не выключить окончательно. Мы убираем болезнь. Но дальше есть периоды восстановления психики. Периоды восстановления физического тела. Очень такой крутой кусок – это перепрописывание инстинктивных реакций. Те же самые стимулы, они же на инстинктах сидят. Включение осознанности. Вот та главная задача, которую мы делаем. Включение сознания. И дальше сознание творит чудеса. Но сознание должно само прийти к тому, что ему надо изменить жизнь. Это работа, как правило, с кармой. Работа с кармой, господа. Как бы люди ни говорили, ни верили в нее и так далее. Работа с прошлым и работа с будущим. Магия сознания. Смотрите на нашего Егора. Он уже волшебник. Он уже творит эти чудеса.